Брещанину Александру Волосику 22. Молодой человек страдает от сезонного полиноза на протяжении двух лет. К слову, полиноз – это заболевание, причиной которого является аллергическая реакция на пыльцу растений. Дышать полной грудью становится практически невозможно, когда начинается период цветения. Затруднения в дыхании, чахота, слезы, покрота выходят, затруднения в жизнедеятельности происходят. По статистике, примерно 25-30% белорусов имеют то или иное хроническое заболевание – аллергический ренит либо полиноз. Несмотря на то, что пыльцы в воздухе пока нет, многие уже испытывают симптомы аллергических реакций организма. Пик полиноза придется на середину весны. На сегодняшний день лекарственные средства, замечательная фармакология. Хорошо, что у нас на таком уровне развита фарминдустрия. И они очень хорошо позволяют контролировать именно уже имеющиеся проявления. Меньше у нас есть шансов для того, чтобы искоренить эти проявления. Потому что не бывает, чтобы выпил таблетку и все прошло. Здоровье – это работа, и очень большая, и серьезная. Поэтому здесь надо хорошо и глубоко, индивидуально разбираться в своих нарушениях, в своих каких-то дисбалансах, чтобы решать вопросы в корень. Слабость, насморк, слезотечение, частое чихание – эти неприятные симптомы могут серьезно осложнить жизнь. Чтобы справиться с этим состоянием, нужно сначала разобраться, в чем его причина, «Как отличить аллергию от ОРВИ». Наблюдательные люди вдруг заметят, что на улице есть, а дома в порядке. То есть именно территориальная какая-то зависимость. На солнце есть, в дождливую погоду – замечательно. Это и есть те какие-то элементы, когда можно заподозрить, что вряд ли это простуда. При аллергии, как правило, нет повышения температуры. Словом, чтобы встретить весну в хорошем самочувствии, нужно следить за состоянием здоровья, в том числе восполнять дефицит необходимых витаминов и компонентов. Сегодня врачи рекомендуют обратить внимание на витамин D. Его низкий уровень обнаруживается у каждого второго-третьего жителя. Не стоит приобретать продукты питания с высокой степенью промышленной обработки. Продукты питания, которые меньше всего подвержены промышленной обработке. Вот там вот и будут максимально сохраненные все питательные вещества, даже вне зависимости от времени года. Даже, конечно, мы знаем, что к весне уже снижается польза питательных, полезность, объем полезных питательных веществ хоть в картошке, хоть в яблоке. Но это будет лучше, ежели кто-то будет приобретать уже очищенный картофель, упакованный в пакете в каком-нибудь супермаркете. Помните, на организму нужен баланс, и недостаток и избыток витаминов ему вредит. Перед приемом тех или иных витаминных комплексов важно обратиться к специалисту, иначе есть риск заработать ту же аллергию. Продолжение следует...